что реальным является дворцовый переворот в Кремле. Кто его способен организовать? Я не писал так определенно, что он сегодня происходит. Но вообще говоря, это стандартная ситуация, когда диктаторский режим терпит внешнеполитическое поражение. А то, что произошло в Украине, это внешнеполитическое поражение. Вспомните эйфорию в Кремле в 2014 году, эти безумные планы русского мира на Боросии. И самое крупное поражение, оно даже не военное, а такое, я бы сказал, философское и метафизическое. Ведь весь расчет был Путина на то, что эти захватерские планы будут поддержаны русским населением Украины. Так вот, русское население Украины в большинстве своем отвергивает этот нацистский по существу план русского мира и осталось верным украинскому государству и европейскому выбору. Поэтому ничего теперь Путин с Украиной не поделает, и как-то нужно выпутываться из этой ситуации. Я вам скажу, вот в Вашингтон одна за другой приезжают такие полуофициальные делегации российских аналитиков, приближенных к Кремлю. На прошлой неделе выступал бывший директор института США Рогов. Они все в один голос продолжают вот эту линию нового мирного существования с Западом, которая была артикулирована еще год назад Укьяновым, тоже очень приближенным к Кремлю политическим предвордам. А неофициально они говорят, ну да, мы уйдем из Донбасса, но вот признайте, пока Крым наш, а Рогов вот на днях говорил в Вашингтоне даже, что ну это лет на 10 будут переговоры с Украиной, кондомином и так далее. Ну то есть более-менее разумные люди считают, анализируют какие-то варианты, как соскочить вот с этой лестницы эскалации отношений с Западом. А в то же время вот если посмотреть российские телевизионные передачи, то военная истерия наоборот нагнетается. Вот такая обстановка серьезных разногласий, но общего понимания, что в общем-то то, что они называли четвертой мировой войной с Западом, ведущейся на территорию Украины, это проиграно. В долгосрочном плане санкции, режим санкций с Западом не выдержать, да и вообще путинская экономика, она не может ничего предложить населению, а бесконечно поддерживать военную истерию. Тоже нельзя, люди ищут выход из ситуации. Исторический опыт нам показывает, что смена бренда первого лица, это стандартный прием для верхушки в такой ситуации. А кто может организовать реально в Кремле это? Ну, я не обладаю такой информацией. Ну, по вашему мнению. Понимаете в чем дело? Вот в Советском Союзе, в котором мы с вами все когда-то жили, вот такого вот гопника на посту первого секретаря давно бы уже сняло Политбюро. Да, но я читал это ваше мнение. Как вы можете помнить, как произошло с Хрущевым? Он, правда, был не снят, не сразу после этого провала с Карибским кризисом, но, в общем-то, он уже тогда был обречен. Был такой орган, вот Политбюро, который включал какой-то режим защиты против безумия. Иногда даже более радикальными средствами. А вот тоже Сталин, например, зимой 1952-1953 года реально готовился вот тоже к Западам и тоже там ядерными угрожал оружием. Ну вот, обнаружилось у него дыхание чейнстокс неожиданно. Вот недостаток нашей такой абсолютно имперской, царистской конституции. Ну, писали наши либералы поддержку Ленина. Эль, извините за фридистскую ошибку. Поддержку Ельцина, чтобы никак невозможно было его снять. Ну вот, по этой конституции вообще нет никаких механизмов снятия. Ну, инстинктом самосохранения коллективным должна обладать наша верхушка. Ну, хотя бы думать о тех же своих миллиардах, хорошо упакованных на Западе. То есть, поэтому я не знаю персонажей, я не инсайдер, но иногда доносятся оттуда интересные знаки. Ну вот, например, я рекомендую читать такого политолога Валерия Соловей, достаточно информированный инсайдер. Он в последнее время очень упорно пишет о том, что будут досрочные президентские выборы, и Путин не будет в них участвовать в силу, дословно его цитирую, ввиду обстоятельств непреодолимой силы. То есть, вы думаете, что может быть реальным такой вот вариант, когда мягко Путин отойдет от власти в результате выборов, которые позволят сохранить ему лицо, не участвуя в них? Ну, я, понимаете, выборы в этой стране, в нашей стране ничего не решают. То есть, последствия будет другая. Будет какой-то такой реальный переворот, а потом будут организованные выборы, в которых согласованная фигура появится. Но опять же, я хочу сказать, что я могу говорить только об очевидных стандартных тенденциях в диктаторской системе, когда диктатор терпит внешнеполитическое поражение. Такие процессы идут. Будет это через два месяца, или через два года, или через два дня, это никому не предугадать. Чем жестче будет давление Запада, оно в последнее время усилилось, тем скорее это произойдет.